Беседа о хлебе, сошедшем с небес Часть вторая. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 41 по 59 стих. Беседа Господа Иисуса Христа с иудеями о нем как о хлебе жизни, сходящем с неба, происходит в Капернаумской синагоге. Происходит после того, как Господь в Евсаиде накормил пять тысяч пятью хлебами и после этого переправился в город Капернаум. В первой части беседы Господь указывает на него самого, как на истинный хлеб жизни и говорит, что вот оно условие получения этого хлеба, необходимо веровать в него. 6 глава, 41 стих. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал, я есмь хлеб, сшедший с небес. В греческом тексте роптали иудеи о нем, то есть они жаловались друг другу, проявляли недовольство, ворчали, как это так? Почему это он сказал, я есмь хлеб, сшедший с небес? 42 стих. И говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес. Иудеи упорно сопротивляются тому, чтобы увидеть в нем Бога. И поэтому высказывают противоположную мысль. Но мы же знаем твоих отца и мать, ты человек. И вот они думают этим аргументом полностью опровергнуть его призыв веровать в него как Бога. Но как ни парадоксально, Господь Иисус Христос в этой второй, наверное, даже более важной части данной беседы покажет. Потому ты и сможете вкушать хлеб жизни, что я не только Бог, но еще и человек. 43 стих. Иисус сказал ему в ответ, не ропщите между собою, или по-гречески, не ропщите друг с другом. То есть не только на него, но и друг на друга они изливали недовольство, спорили о нем между собой. 44 стих. Тем самым он указывает, я так многое сделал для вас и так ясно сказал, что вот оно дело Божие, чтобы вы веровали в меня, а вы не веруете, что могу назвать причину, вас не привлек отец, вы не стали избранниками отца, потому что тот, кого отец привлекает, тот и будет воскрешен мною, потому что он верует в меня. Эти слова не исключают и волю человека, призываемого Богом. Потому что мы прекрасно знаем, Бог практически каждого человека на протяжении его жизни призывает к себе и не один раз, но одни откликаются. И вера, и благодать, которая от Бога получается, и вкушение хлеба жизни, которое от этого происходит, не только не мешает и помогает им в жизни. Другие же, наоборот, отчаянно сопротивляются, иногда через это впадая в страсти, прегрешения. А страсти и прегрешения очень часто влекут скорби. И бывает так, что человек сопротивляется Богу, через это начинает грешить, озлобляться, скорбить, но все равно к Богу не приходит. Это вот та ситуация, которая была с иудеями. Это не означает, что отец не хотел их привлечь. Это означает, что воля к сопротивлению отцу у них была чрезмерно велика. 45 стих. У пророков написано. И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от отца и научившийся, приходит ко мне. У пророков написано. Имеет в виду не какой-то конкретный текст, а общий смысл пророков. Исаии, Иеремии, Иоиде, которые говорили о будущем Мессии. И он хочет тем самым сказать Господь Иисус Христос, вы ссылались на Моисея, вы изучаете Священное Писание, то, что мы сегодня называем Священное Писание Ветхого Завета. И вот именно через это Священное Писание вы можете научиться, чтобы прийти ко мне. Потому что оно, Священное Писание Ветхого Завета, есть тоже Слово Божие, Слово Отца. Получается, что они только на словах изучали Священное Писание, но Духа его не прониклись. Получается, что если мы читаем Ветхий Завет, то мы проникаемся на того Духа, который позволяет нам принять Христа. 46 стих. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца. Вы можете составить представление, говорит Господь Иисус Христос Иудеем, о Боге косвенным образом из Священного Писания, из пророческих писаний. А тот, которого послал Отец, то есть я, я его видел непосредственным образом, видел в смысле ведаю. Это не означает, что Бог Отец воплотился. Но я его знаю так хорошо, как если бы я его видел. Так же, как вы друг друга видите, общаетесь и друг друга хорошо знаете. Но вы, Отца, так не можете знать. Только я могу его знать. Для вас достаточно знания из Ветхого Завета, чтобы меня принять, чтобы в меня веровать. 47 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующая в меня имеет жизнь вечную». Возвращается к уже высказанной прежде им в первой части беседы связи между верой в Него и наследованием, пребыванием жизни вечной. 48 стих. «Я есмь хлеб жизни». Повторяет еще раз то, что было сказано им прежде. «Я есть тот, кто дает вам истинную вечную жизнь». 49 стих. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли». И здесь он возвращается к тому, о чем говорили иудеи. Помните, они сказали, «Отцы наши ели манну в пустыне и насытились». А он говорит, «Отцы ваши ели манну в пустыне». На самом деле они вначале насытились материально, по плоти. Но после этого они умерли. Умерли, потому что еще не было искупления. Потому что весь закон Ветхого Завета говорит о необходимости искупителя. Должен прийти тот, кто восставит людей, воскресит их духовно. «Даже ваши отцы в пустыне, которые временно насытились, не просто умерли физической жизнью, умерли духовно, находятся в преисподней, в Аде, в Шиоле. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». И здесь как раз указывает прежде всего на духовное воскрешение. «Кто уверует в меня, говорит Господь Иисус Христос, тот прежде всего воскреснет душой. Он будет жить. И эта жизнь его духа и души станет залогом, указанием, удостоверением того, что он войдет и в вечную жизнь». 51 стих. «Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». И вот здесь Господь неожиданно возвращает иудеям их же аргумент, ты же человек. Он говорит, да, я человек. И вы хотите вкушать в жизнь и хлеб животный, хлеб жизненный, так вот это есть моя плоть. Используется греческое слово «саркс». Это слово означает именно плоть, но может указывать на природу человека. Когда в прологе евангелист Иоанн Богослов говорит о воплощении слова, он использует выражение «кеологас саркс эгенету» – «и слово стало плотью». И видя, как он использует данный термин в прологе, мы можем сказать, в беседе Господа Иисуса Христа с иудеями термин «саркс» означает именно природу человека в целом. Итак, я хлеб живый, шедший с небес, едущий этот хлеб будет жить вовек, хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Когда иудеи вкушали сакральным священным образом некую плоть, они вкушали плоть пасхального агнца. И Господь здесь показывает, указывает на себя, как на пасхального агнца, потому что он говорит, «Эта плоть будет особой, я отдам ее за жизнь мира». Посмотрите, «отдам» стоит греческий глагол «лидоми». «Лидоми» – это не только «отдать», но и «принести в жертву», «принести жертвоприношение». «Моя плоть будет принесена в жертву, поэтому вы сможете ее вкушать». Для иудеев это было понятно. Мы вкушаем заклонного пасхального агнца, но получается, ты, как человек, говоришь о себе, как о будущем пасхальном агнце. И они это поняли. 52 стих. «Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою». В греческом тексте стоит «эмахондо», от глагола «махомэ». «Махомэ» – это именно бурно спорить, состязаться, сражаться, бороться. И вот они стали активно спорить между собой. Почему так активно спорят? Они поняли, о чем идет речь. Речь идет о пасхальном агнце, о жертве. Но он себя собирается привести в жертву не как агнец – животное, а именно как агнец – человек. И он пытается сказать нам, что он даст нам вкушать свою плоть. Как такое может быть? 53 стих. «Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Интересно, что Господь Иисус Христос не дает им ответа на вопрос «как?». Потому что еще пока они этого не поймут. Должно произойти несколько событий. Должна состояться тайная вечеря, когда Господь под видом хлеба и вина даст ученикам вкушать свои тело и кровь. Должно произойти распятие Его и принесение им самого себя за грехи мира, который станет тем самым единственным жертвоприношением, совершаемым потом на каждой божественной литургии во время каждой Евхаристии в христианской церкви. Этого и в тот момент, во время беседы в синагоге в Капернауме, понять еще не могут. Поэтому Господь Иисус Христос не отвечает на вопрос «как?». Он говорит о том, что «это будет, вы сейчас пока не можете понять, вы узнаете позже». Он указывает в этой беседе на учреждение им в его церкви таинство Евхаристии, причастия. Однако вкушение его тела и плоти является необходимым условием для того, чтобы получить в себя жизнь. И вот это великая тайна христианства. Потому что если Бог всемогущий, вездесущий, абсолютный, нематериальный, то он, конечно, может даровать человеку благодать. Именно так рассматривают Бога в тех религиях, в которых нет жертвы, нет жертвоприношения. С другой стороны, вкушение или жертвенных животных, да даже вкушение бы и человека, если это не Бога человек, не воплотившийся Бог, ничего бы не дало само по себе. Но только если Бог стал человеком, он может принести себя, будучи чистым, в особую, уникальную жертву и спасти всех людей. И вот он может дать себя вкушать, потому что, вкушая его плоть как человека, мы приобщаемся к нему как к Богу. И вот об этом и говорит здесь Господь Иисус Христос. Но поскольку уже евреи за пасхальной трапезой мясо агнца вкушали, но вместо того, чтобы пить кровь агнца, а не пили вино, так и у нас в христианской церкви будет таинство под видом хлеба и вина. Не как символ, не в переносном смысле, в прямом. Мы будем вкушать целиком Христа. И вот это в высшей степени необходимо, чтобы иметь жизнь вечную. 54 стих. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Когда были гонения на христианство в Советском Союзе, церковь практически ничего не могла делать. Невозможно было проповедовать, издавать газеты и журналы, невозможно было выступать проповедником на телевидении, на радио. Невозможно было идти в школы, и церковь сохранила самое важное, а именно богослужение и ядро, центр богослужения, таинства, причастия. Поэтому верующие в Советском Союзе, хотя и были гонимы, и претерпевали массу неудобств и политического, и социального, а иногда и бытового характера, они имели самое главное – жизнь вечную, потому что сохранялось причастие. Можно было прийти в церковь и причаститься тело и крови Христовых. Это залог жизни вечной. Это залог того, что Господь воскрешает человека в последний день для жизни будущего века. 55 стих. Ибо плоть моя истинная из пищи, и кровь моя истинная из питья. Немножко неточный синодальный перевод. Лучше так перевести по греческому тексту. Ибо плоть моя есть истинная пища, и кровь моя есть истинное питье. Есть питье временное, приходящее, а есть истинное вечное. Есть хлеб временный, после которого вновь и вновь хочется кушать, да еще и побольше. А есть истинный хлеб, который мы вкушаем и который нас меняет. Он избавляет нас от страстей. Он дарует нам внутренние духовные силы, которые невозможно описать словами, и которые невозможно узнать, если сам не вкусил этот хлеб. Действительно, если я знаю об обычном хлебе или об обычном каком-то лакомстве, что он очень вкусный, я могу долго вам описывать, что значит, например, эклер с кокосовой присыпочкой. Я могу попытаться вам объяснить его вкус, но пока вы сами не попробуете, вы будете только скептично улыбаться и говорить, ну, знаю этот кокос, растет на дереве, что там в нем хорошего. Поэтому, конечно же, долго и много рассуждать на тему истинной жизни через причастие смысла не имеет, потому что имеет смысл причаститься и узнать, как оно, потому что оно не приносит каких-то ощущений, эмоций, но дает спокойную, чистую, созерцательную духовную жизнь. 56 стих. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Взаимное пребывание Бога в том человеке, который причастился, и причастника в Боге. Вот он смысл. То есть полное соединение, не только духовное, через молитву, рассуждение, чтение священного писания, хороших классических произведений, но и целиком через вкушение под видом хлеба и вина, тела и крови Христовых. Максимально возможное приобщение к Богу. 57 стих. Как послал меня живый отец, и я живу отцом, так и идущий меня жить будет мной. Христос указывает на то, что взаимное соединение Отца и Сына, то, что мы сегодня называем термином единосущее, возможно в определенном смысле и для человека, который через причастие приобщается Сыну Божию. Мы становимся причастниками божественного естества, скажет об этом апостол. 58 стих. «Сей-то есть хлеб, сошедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек». Когда иудеи задавали вопрос Господу Иисусу Христу, они ссылались на слова 77-го псалма и псалма 104-го, где манна названа хлебом небесным. И он говорит, что манна была только прообразом истинного хлеба, сошедшего с небес, то есть прообразом меня, как хлеба. 59 стих. «Это говорил он в синагоге, уча в Капернауме». И вот этим замечанием исторического характера святой апостол и евангелист Иоанн Богослов и подводит итог беседы Господа Иисуса Христа с иудеями о себе, как о хлебе, сошедшем с небес. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok